Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории России и Русской Православной Церкви. Сегодня наша тема – Андрей Боголюбский и праздник Покрова в русской истории. Князь Андрей Боголюбский является одной из ключевых фигур русской истории. Мы увидим еще, какие дела и подвиги совершил этот человек, а сначала напомним, что имя Андрей означает в переводе с греческого «мужественный», что от деда своего Владимира Мономаха он унаследовал совершенно византийское понимание державных задач России и совершенно византийское стремление к пониманию религиозного смысла совершающихся событий. От деда Мономаха и любовь к книжности и к книжному писательству. От отца Юрия Долгорукова политическую энергию, готовность к некоторым нестандартным и едва ли не авантюристическим решениям. От матери, половчанки, раскосые глаза, темперамент, имя, непонятное в русской традиции, имя Китай, так его звали дома в детстве, и, наконец, любовь к простору и нелюбовь ни к чему замкнутому, сковывающего его, останавливающего его. Практически человек, не знающий запретов. Вот что такое Андрей Боголюбский. Князь Андрей, пока жив был его отец Юрий Долгорукий, был ему верным помощником во всех его делах. Юрий Долгорукий, как мы уже говорили, большую часть времени проводил в походах, сражениях и дипломатических баталиях за возвращение на юг, за получение, наконец, киевского отчего стола. И все это время практически его наместником, как бы, на северо-востоке, в Руси-Залезской, был его сын Андрей. В 1155 году отец, ставший, наконец, великим киевским князем, вызвал его к себе в Киев и поставил князем, вернее, тогда говорили, посадил, посадил князем на стол в Ишгороде, недалеко от Киева. И вот там, в Ишгороде, случилась таинственная встреча Андрея Боголюбского с чудотворной иконой Божией Матери, той самой, которую мы теперь называем Владимирской. Она была привезена на Русь в 1132 году, и ее поместили, эту чудотворную икону, привезенную из Византии, поместили в Ишгородском храме. И однажды Андрею сказали, что двигнулась чудотворным образом икона в Ишгородском храме. И тогда Андрей пошел в храм, взял в руки эту икону, и сам двинулся из Вышгорода, прощаясь с Киевской землей и с Киевским престолом навсегда, с идеей когда-либо занять Киевский престол, и не послушавшись отца, и не спросив его благословения, но внимая лишь воли Божией, Андрей Боголюбский с чудотворной Владимирской иконой в руках отправляется к себе на север. Он вез икону в Ростов. И, как рассказано в повести о чудесах Владимирской иконы, недалеко от Владимира, в десяти километрах от Владимира, там, где ныне находится Боголюбов, и там, где чудный храм Бокрова на Нерли, один из первых покровских храмов на Руси, именно там, в Боголюбове в будущем, останавливаются кони и не хотят везти икону дальше. И как их не понукали, и как их не перепрягали, нельзя было сдвинуться с места. И Андрей понял, что Божия Матерь не хочет идти в Ростов. Она хочет, чтобы ее оставили во Владимире. В эту ночь на месте будущего Боголюбова Андрей видит во сне видение Божьей Матери. И он понимает, что икона Владимирской Божьей Матери должна остаться во Владимире. И он для нее построит Успенский собор. Одно из немногих в истории событий, когда специально для чудотворной иконы строится собор. И Владимир потом будет называться Домом Пресвятой Богородицы. Два года спустя, в 1157 году, умер в Киеве князь Юрий Долгорукий. Андрей не пошел в Киев. Он остался во Владимире. Обратим внимание на то, что этот выбор определяет всю последующую историю, весь ход истории. Что такое Киев? Киев действительно уже терял по существу свое и политическое, и религиозно-мистическое значение. Киев переходил из рук в руки. За Киев боролись коалиции князей. Мономашичи против Ольговичей, Мстиславичи против Юрьевичей и так далее. То есть вот эти вот коалиции, и они привлекали с собой даже представителей духовенства. Впервые на Руси появились митрополиты и антимитрополиты. Русь оказалась без благословения церковного. Вот чтобы не допустить такого явления, когда чехарда князей начинала даже уже сопровождаться чехардой митрополитов и антимитрополитов, Андрей Боголюбский говорит «Нет, я больше не хочу в этом участвовать. Мы уходим на северо-восток. Мы уходим в Русь-Залезскую. Мы там будем строить новый центр русской государственности и русской нации». И благословением Андрею Боголюбскому стала Владимирская икона Божьей Матери. И Андрею захотелось прославить Божью Матерь, его покровительницу, новым праздником. Он был человек начитанный, он берет священные книги и начинает читать. Впоследствии он расскажет об этих своих религиозных исканиях в прологном сказании об учреждении праздника Покрова. В прологе есть, в статье 1 октября, сохранился живой рассказ князя Андрея Боголюбского. Это редкость, чтобы живая речь князя XII века сохранилась в церковной книге и регулярно читалась в церкви». И Андрей говорит, «Се уба егда слышах, а услышал он о чудотворном явлении Божьей Матери в Царьграде Андрею Еродивому и его ученику Епифанию». Ну, достаточно понятно, что уже само совпадение имен его привлекло – Андрея Еродивой, который, к тому же, по преданию, был славянином. А в некоторых поздних источниках говорят, что он даже был из нашего Новгорода. И вот этот Андрей Еродивый в Царьграде однажды во Влахернском храме, присутствуя на литургии, вдруг увидел, как Божья Матерь от алтаря шла и встала над амвоном и простерла над верующими свой амафор, свой плат. Это символизировало, что она взяла их под свое покровительство. Обратите внимание, русское слово «покровительство» оно как раз происходит от слова «покров». Вот Божья Матерь простерла над нами покров и взяла нас под свое покровительство. И Андрей Боголюбский, прочитав об этом чуде, вдруг удивленно записывает, «Все оба егда слышах», когда услышал об этом, «помышлях, како страшное и милосердное видение, и не бысть, и бысть без праздника». То есть и не установлено праздника. Такое дивное и милосердное и страшное явление Божьей Матери, а праздника этому не положено. И он говорит, «Восхотех, да не без праздника останется святый покров твой приблагая, но якоже ты хочешь и украсить и честный праздник твоего покрова, всемилостивая, украси». Украси. То есть он самой Божьей Матери предоставляет украсить, как она хочет, праздник ее покрова. Но образ найден. Найдена идея, новая идея. Теперь Матерь Божия и ее покров осмысляются, как военно-патриотический праздник. Покров Божией Матери над Владимирской землей, а в принципе покров Божией Матери над всей православной Русью. Как когда-то в Царьграде Андрею Еродивому было явление, что Матерь Божия брала под покровительство Царьград и Византию, так теперь на русской земле Андрею Боголюбскому было явлено, что Матерь Божия под покров свой берет русскую землю, и покров этот будет неодолим. Андрей Боголюбский, будучи интересным богословом и будучи церковным писателем, мы только что зачитывали цитату из его произведения, из его творения. Андрей Боголюбский при этом оставался политиком, причем политиком своего времени, сложным человеком и сложным политиком. Он боролся, он боролся за укрепление своего влияния на Руси. То, что он отказался от киевского княжения, не означало, что он отказался от своего доминирования в русской земле. И он требовал подчинения. Он посылал князей в другие области, он сажал князей теперь, как самовластец. Его называли Владимирский самовластец. По существу самодержец. Один из первых самодержцев на Руси. И, соответственно, когда нужно было что-то изменить в политике, когда нужно было подчинить кого-то своему решению, он не останавливался перед самыми крутыми мерами. Я приведу только два примера. 1169 год. Андрей Боголюбский пытался накануне, накануне перед этим, Андрей Боголюбский пытался отделить Владимирскую митрополию в церковном смысле, в каноническом смысле, от Киева. Как известно, Киевская митрополия была одной из митрополий в это время Константинопольского патриархата. Русская церковь еще была полностью подчинена Константинопольскому патриархату. И вот Андрей Боголюбский, выбранного им в будущие митрополиты Феодора, епископа Феодора, посылает, чтобы его поставили в Царьграде в митрополиты. А патриарх Лука Хризаверг не хочет этого. Отказывает ему. В общем-то, он прав был. Андрей был неправ. Нельзя было разрывать Русь еще и церковно. Мало того, что феодальная раздробленность разрывала ее политически, но еще и церковно ее разрывать было нельзя. А Андрей требовал, потому что он был самовластец, и ему нужен был свой митрополит. И, соответственно, он попытался организовать отдельную митрополию. А патриарх за неповиновение приказал ему восстановить во Владимире того епископа, который был раньше, а Феодора несчастного отправить на суд к киевскому митрополиту. И киевский митрополит, грек, вполне по византийским нормам, обрушил на Феодора, на епископа Феодора, страшные казни. Ему урезали язык, ему отрубили правую руку, его ослепили, а затем утопили в проруби. Все это, конечно, мало имеет отношения к церковному пониманию и греха, и покаяния, и наказания. Но, тем не менее, это требование времени, это требование тех византийских норм, которые тогда были. И что делает Андрей Боголюбский? Андрей Боголюбский поступает тоже в духе своего жестокого времени. Он направляет на Киев своего сына Мстислава во главе коалиции одиннадцати русских князей. Они окружают Киев, они берут его штурмом, они грабят и сжигают его. В походе участвовали, как обычно, и половцы. Половцы, мы уже говорили о том, что они в это время использовались просто как дополнительная военная сила. И вот половцы как бы по благословению Андрея Боголюбского грабят Печерский монастырь. Русские князья по повелению Андрея Боголюбского берут штурмом, впервые в истории Киев был взят штурмом, и грабят, разоряют Киев. И это тоже Андрей Боголюбский. А в 1170 году непокорный Новгород должен будет испытать меру гнева Андрея Боголюбского. Андрей посылает свои войска против Новгорода. Новгородцы заперлись в своем детинце, и по благословению архиепископа Иоанна, того самого Иоанна, который на бесе совершил однажды ночью путешествие в Иерусалим, поклонился святым местам, приложился к Голгофе и к месту Воскресения Христова и вернулся к себе в Новгород. Так вот, этот самый архиепископ Иоанн, он в это время возглавлял оборону Новгорода, он благословил вынести на стену чудотворную икону знамения Божьей Матери. И одна из стрел Суздальских попала в икону. Была поранена ланита щека Божьей Матери. Это можно видеть и сейчас, эта чудотворная икона и сейчас находится в Софийском соборе в городе Новгороде. И Божья Матерь заплакала. И в наказание Суздальцы были тут же отброшены от Новгорода. И из затеи Андрея Боголюбского ничего не вышло. И он должен был отвезти свои войска. Он, правда, не сдался. Он прибегнул к экономической блокаде, как мы теперь бы сказали экономические санкции. Он перекрыл хлебную торговлю. Через торжок велась хлебная торговля. И вот всегда, когда мы читаем летопись 12 века, мы постоянно читаем «Новгородцы пришли и сожгли торжок». Владимирский князь пришел и сжег торжок. То есть все сжигали торжок. Почему такой многострадальный город торжок? Торжок от слова торг. Там, где был основной хлебный торг. И поэтому как только нужно было оказать воздействие либо на Новгород, либо на другой какой-нибудь город, так немедленно сжигали торжок. То есть перекрывали хлебную торговлю. Точно так же сделал Андрей Боголюбский и новгородцы признали присланного им князя, его подручного князя. И Андрею Боголюбскому удалось к этому времени, к осени 1170 года, установить свой контроль над всей Русью. И разоренный Киев ему подчинился, и перекрытый задушенный хлебной блокадой, Новгород ему подчинился. Все, казалось, он достиг всего. Но для того, чтобы укрепить вот это вот единовластие, самовластие над Русью, Андрею Боголюбскому, конечно, приходилось, как теперь политики говорят, прибегать к непопулярным мерам. А вот здесь всегда совпадает субъективное и объективное. Одно дело непопулярные меры и жестокость каких-то мер, принятых политикам. А с другой стороны, уже он вызывает к себе ненависть, вызывает к себе клевету. И его стали называть тираном, его стали называть кровопийцей, его стали называть гордецом. Вот все это сполна и спил на себе еще при жизни и в своей мученической кончине Андрей Боголюбский. Он опережал свое время. Он опережал свое время и мышление своего времени на несколько столетий. Он не хотел быть в подчинении у княжеских коалиций. Он не хотел быть в подчинении у боярских древних амбиций, которые в Ростове, например, было. Он начинает вокруг себя создавать дворянское окружение. Слово дворяне в русском языке впервые встречаются в летописи в повествовании об убийстве Андрея Боголюбского. Его же дворяне, которых он пытался сплотить вокруг себя и использовать как опору в борьбе с князьями и с боярами, как будет потом делать Иван Грозный, они же его и убили. Получилось так, что дворянство на Руси, история дворянства на Руси начинается с предательства и цареубийства. В ночь на 30 июня 1174 года 20 человек заговорщиков проникли, перебив небольшую стражу, проникли во дворец Андрея Боголюбского в его любимом Боголюбове. Несколько десятков ран было нанесено Андрею Боголюбскому. Мы знаем это точно. Интересное явление. Как мы точно это можем знать? Ну, просто благодаря тому, что в 1931 году мощи Андрея Боголюбского были взяты в Успенском соборе для того, чтобы реконструировать его внешний облик. Оказалось, что действительно было нанесено ему более 30 ударов, в том числе три из них были смертельные. Из 20 века через почти 850 лет мы имеем точный медицинский судебный протокол убийства великого государственного деятеля 12 века святого князя Андрея Боголюбского. Но Андрей был еще жив, когда убийцы ушли, думая, что раз он упал, то он уже с ним кончено. Он попытался позвать стражу, но стража была перебита, никого не было. Убийцу услышали и вернулись. А он уже вышел в это время, успел выйти на лестницу и скрылся. Эта лестница сохранилась. Это знаменитая башня в Боголюбове, где совершилось убийство. И эта лестница, и этот столб, за которым спрятался Андрей Боголюбский. Мы можем пойти и увидеть это все своими глазами. Но они нашли, по кровавым следам, они нашли Андрея и опять набросились на него. И он претерпел мученическую кончину. Несколько дней после этого его тело было брошено в огороде в Боголюбове. Лишь потом пришли духовенства, пришли представители администрации из Владимира и перенесли его тело во Владимир, где он теперь лежит своими святыми мощами в Успенском соборе города Владимира. Князь Андрей Боголюбский является в этом смысле одной из важнейших фигур нашей русской истории. Он своей огромной интуиции государственной и историосовской, мистической, он определил все последующее движение Руси. Он перевел стрелку из Южного Киева на Северо-Восток во Владимира-Суздальскую землю, которая и стала, она и стала потом источником и центром консолидации великодержавного русского народа. То есть, по существу, основателем великой России является князь Андрей Боголюбский. И он благословил от века все последующее созидание российской государственности чудотворной Владимирской иконой и учрежденным им праздником покрова Божьей Матери. Редактор субтитров